Прекраснейшая семейная пара показывает копейку БМВ, встречают очень радушно, выходят улыбчивые и замечательные. Дальше смотрите, что было в моем видео, снятом скрытой камерой, а в конце обратите внимание на фразу этого господина о том, что документы на машину я смогу увидеть только в обмен на денежки, которые я отдам им под камерой и только после того, как я их отдам. А после этого, очень интересно, мы раскроем вам правду, реальную историю этой машины. Я не поняла, вы ездили на ней? Да, я. А что есть вот там, по проблемам сразу расскажите. И долго ли ездили? Да, давно она у нас. Ну сколько лет? Или месяцев? Три года? Да, может очень больше. Колеса были зимние, летние, они новые. Ну, если вы знаете, то расскажите тогда, что было, какие аварии там и так далее. Да ничего, догоняла она чуть-чуть мордой бампер. Так серьезного ничего не было. А почему крыша крашеная? Я вижу, что крыша крашеная у нее. Нет. Не крашеная сто процентов. Крыша? Да, да, да. С чего вы сделали? Ну, а вы сами посмотрите, там видно даже у нее неравномерная покраска. Вот отсюда, если туда почистите, видно. Да, хотя почише все. Ну давайте. Это же родная, не можно. Не, не, шпаклеванная. Может, до вас кто? Может, до вас кто? Нет, мы не проверяли, когда смотрели. Понятно. У вас есть прибор, может, прибором пострелять. Да, вы знаете, я сейчас и без прибора вижу, что по крыше она. А какие элементы крашеная? Не надо вы мне что добавляетесь, честно. Ну, какие элементы, покажите сразу. Если вы до крыши накопались, то это само. У нее крыло крашено. А какое, правое или левое? Да. Это крыло. Вот это, да? Да, это крыло крашеное, бампер крашеный. Ага. Каппарат с пола украсили. Ну, понятно. А супруга говорит, нужно что-то поменять, да? Амортизаторы передние. А тых-тых, да? Бьют? Нет, не бьют они, нет. Просто морда, это самое, мягкая слишком. Вот, смотрите. Ну, или замерзли. Ох, да на БМВ, особенно в мороз, так не проверяют. Вы что, амортизаторы? Ну, в общем, амортизатор нужно менять передние. Понятно. А в остальном так мало. Ну, заведете? Да. Хоть заводится? Да, ну, по поводу, ошибается, это миллион процентов, сто процентов. Понятно. А майки зачем ставили на сидение? Ну, у нас девочка маленькая, 3 года ей. А она за рулем ездит? Нет, она за рулем не ездит, но она любит по салону бегать, поэтому она тонированная у нас. Потому что она не любит сзади с персами ездить, да? Ага. Вылазит, поэтому затонировали ее, чтобы... Понятно. А сколько сейчас, ребятки, пробег в данный момент? Ой, а что такое у нее? Я не знаю. Нормально. Ага. Сколько пробег сейчас? 8,7, да? 8,9, что ли? 8,7. 8,7, да. Понятно. Ну, вы же такая девочка аккуратненькая, а что такие сидения не очень? Это же вы новые майки натянули, ребятки. Вы что говорите? Это вы разве ради доченьки своей натянули? Посмотрите, они же новые майки совсем. Знаете, как они снимаются? Просто выписываются. Не, я просто вижу, что... Да, они новые. На санкционную машинку, кучка, они вот такие. Понятно. Через месяц... На вас оформлено? На девушку. А можно документы? А документы у нас вовсе. Я могу не могу, но тут точно. Не, ну документы-то. С документов надо начинать. Просмотр. Санкционную машину снимаете. Не, мне важны документы. Мне важно посмотреть. Пойдемте. Хозяин выйдет, нет. И сейчас ничего нету? Ни СТС, ни ПТС, вообще ничего нету. В офисе. Мы же не ездили, не собрались, вам показать хотели. В основном вообще не понравилось. Не, ну я вижу, вижу, да. Но нужно понять, по документам, ваше, не ваше. Вы же говорите, она... Машина у нас, машина у нас, как вы думаете? Вот такими вещами. А, вон. Ну, то есть она на вас оформлена все три года, да? Да, она на меня оформлена. Такая лапа там. Можете камеру выключить? Чего? Камеру можете выключить? Я в WhatsApp переписываюсь, девушка. Поэтому вы там переписываете? Я всегда так переписываюсь. Идите, посмотрите, девушка. Вы чего так нервничаете? Вот, посмотрите, я переписываюсь двумя пальцами всегда в WhatsApp. Что вы так нервничаете? Если машина ваша, то чего нервничать? Наша машина, а соседушка? А я не знаю, чья она. Я поэтому вас и спрашиваю. Пожалуйста, смотрите. Когда я пошла, вы в другом месте были. Девушка, ну чего вы говорите, а? Я дура, я дура. Возможно все, я не знаю, дура вы или нет. Ладно, ну давайте сам, лучше найдите другую машину. А, понятно. Ну, то есть они ваши, вы перекупы, ребят. Ну, чего вы врете? Ну, вы же перекупы чистой воды. Я абсолютно уверена. Дайте поспорим, приносите документы, покажите ваш паспорт. Это не ваша машина, сто процентов. Потому что я вижу, у нее скрученный пробег, она битая, вы рассказываете сказку. Мась, дай мне про вас паспорт. Покажите, ради бога, покажите. Я не вопрос, я извинюсь перед вами 33 раза. Если 3 года, она на вас оформлена. Где-то, ебран, твои документы. Дай, покажи мне, пожалуйста, кто ее убедит. Да-да, не вопрос, давайте. Видите, вот она, паспорт. Так, 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 вижу, вижу, вижу. Где ты гребанная двадцать? Где документы-то? Сейчас, это у меня машина. Покажи этот атмосфер. Покажите, конечно. Мы эту машину купили. Ну, ну, ну. Не, эта машина. Покажите мне эту пробить, да. Не, а зачем мне эту? Мы эту дюйму подаем, а не за то, что мы перекупываем. Покажите по этой машине документы. Не, вы по этой машине документы покажите. Мы покажем все эти, все. Эту машину тоже на продажу мы взяли. Видите, Mercedes-Benz. Ну, это Mercedes, зачем вы мне? Вы мне на BMW покажите. Мы ее тоже на продажу взяли, как вы говорите. Она тоже вся красная. Не, вы на BMW-то покажите документы. На BMW-то покажите, если надо, господи. Покажите. По вашим словам. Не, покажите документы. Вы только говорите пока. Действия где? Покажите документы. Вы купите, если вам покажем документы. Да, не вопрос. Сто процентов, гарантирую. Если она на вас три года, я здесь жду вас без проблем. Пойдемте. Вот стою около машины, жду вас. Никуда не хочу идти. То есть, вы покажете там под камерой денежки, и мы вам покажем документы. Не, не, не. Сначала вы мне покажете документы, я их даже в руки не возьму. Блин, перекупы, ребят. Ну, вы что творите? Буквально за несколько недель до моего осмотра эту машину смотрел Тимур Давыдов. Посмотрите кусочек из его материала. Там вы увидите, какой у машины реальный пробег. Друзья мои, а перед тем, как раскрыть вам истину по этому автомобилю, я бы хотела вам рассказать об одном замечательном устройстве, ну и, конечно же, подарить его вам. Видеорегистратор тоже, кстати, очень хороший помощник в том, чтобы не стать жертвой какого-то развода или подставы. Но сейчас кризис, друзья мои. И некоторые производители видеорегистраторов умерили свои аппетиты и предлагают вполне недорогие модели с прекрасным качеством видеосъемки. Новинку AdvoCam FD One можно назвать самым продуманным бюджетным видеорегистратором 2016 года. Да, в этом видеорегистраторе нет некоторых функций, которые есть у моделей даже за ту же цену. Но зато в нем есть совершенно уникальное качество съемки для моделей этого ценового диапазона. Русские инженеры поставили сюда максимально дорогую оптику и максимально дорогую матрицу. Максимальное разрешение съемки Full HD. Номера машин различимы с 15 метров. Причем важно, что качество видео высокое не только днем, но и ночью в сложных для обычных видеорегистраторах условиях в сумерках. Еще одно очевидное преимущество AdvoCam FD One в том, что у него аккумулятора хватает без подключения к прикуривателю на 40 минут. Обычно у видеорегистраторов даже у дорогих. На 10-15 минут батареи хватает максимум. Ну и в заключении хочу вам сказать, что это российский видеорегистратор. Он разрабатывается в городе Александров Владимирской области, поэтому его и морозили, его и грели. Он полностью рассчитан на наши погодные условия. В общем и целом это очевидно самый продуманный продукт в своем бюджете ниже 5000 рублей. Друзья мои, и как всегда, делайте максимальное количество репостов из всех своих социальных сетей. Таким образом вы увеличиваете свои шансы на победу. Но победителя выберет производитель, и это будет кто-то один. Откуда я вообще узнала об этой машине? Некая девушка заказала у Тимура выездной осмотр автомобиля, который ей очень понравился по объявлению. Ну конечно, один владелец, пробег 80 тысяч километров. Чего бы не понравиться-то? Но мы нашли объявление о продаже этой машины в августе в городе Калуга, что вполне соответствует ее 40-м номерам. И вот чудеса! В августе она продавалась с пробегом 134 тысячи километров за 360 тысяч рублей в городе Калуга, потому что она была битая и потому что ей перегрели мотор. В объявлении, опубликованном в Калуге в августе месяце, мы видим по фотографиям, что у машины замет капот, правое крыло сильно повреждено, бампер валяется рядом, лонжерон смещен влево. И вот фотографии правого стороны на заднем правом крыле большая вмятина, хлопушка. Которая переходит дальше на дверь. Ну, здесь вся правая сторона. В момент, когда я ее смотрел, капот уже стоит новый, лонжерон вытянут, бампер новый, фара бэушная с разборки, и, соответственно, правое крыло китайское, замененное. Резина была лысая, сейчас уже поменяли. В общем, по факту кузов у нее весь в шпатлевке. После того, как Тимур посмотрел эту машину, ребята хитряцы. Они взяли, просто окатили машину водой, сейчас стоят морозы, не видно ничего. Она под сплошной коркой льда, которую очень тяжело отодрать, да он и не особо и старается. Господа приобрели машину в сентябре. Именно в сентябре, оставив номера, они провели перерегистрацию. Ну, и после этого, очевидно, некоторое время они автомобиль восстанавливали и вот сейчас выставили на продажу. Именно поэтому, я вам помните сказала, обратите внимание на его последнюю фразу, он до последнего упирается и не дает мне документы. Потому что он знает, что в документах я увижу перерегистрацию в сентябре. Это доступно в любой базе. Но перед этим, как он сказал, я должна под камерой отдать ему деньги.